Иногда мы не можем добавить времени к ограниченной жизни, но мы можем добавить жизни к ограниченному времени. Этот тезис стал определяющим принципом работы хосписа. За полугодовой период с момента начала функционирования медучреждения через руки и сердца дружного, почти семейного коллектива гуманистов уже прошло 183 пациента, 183 судьбы, доверившие последние дни жизни профессионалам своего дела. 10 декабря наш хоспис принял первых пациентов. Официально пошли люди, которые нуждаются в оказании неотложной палеотимной медицинской помощи, люди, которые находятся в основном терминальной стадии заболевания и нуждаются в достойном уходе из жизни. В течение первого полугодия 2019 года у нас поступило 183 человека. В основном это онкологически больные. Поступают и другие больные, больные после инсультов, пациенты, родственники которых нуждаются в какой-то социальной передышке. Особенно мы это почувствовали сейчас, летом, когда люди уезжают в отпуска, не с кем оставить престарелого родственника, родителей. Они обращаются за помощью, в течение двух-трех недель мы помогаем им в уходе за этими родственниками. Они находятся у нас, потом они их забираются. Столь необходимая передышка, понятная каждому, кто когда-либо ухаживал за тяжело больным родственником, дает возможность человеку заняться накопившимися делами, набраться новых, как эмоциональных, так и физических сил, при этом четко зная, что за его родным осуществляется надлежащий уход. У нас есть все для того, чтобы оказать помощь таким пациентам. Есть специальные концентраторы кислорода для улучшения дыхательной функции. Есть озонаторы воздуха для дезинфекции и обогащения палат кислородом. Имеются все предметы непосредственного хода противопролежнего матраса. У нас 20 систем таких есть. Каталки, кресла-каталки для таких больных. В хосписе работает психолог, который оказывает психологическую помощь и больным, и их родственникам. Помимо, безусловно, необходимого медицинского оборудования, в хосписе есть самое главное – сплоченный и милосердный коллектив, нацеленный на максимальный комфорт и всю необходимую помощь неизлечима больным пациентам. Добрая душа. Должен человек, сочувствие должно быть. Это нужно не показывать, но это должно быть. С родственниками беседа, с которыми больные уходят, у кого должны уметь побеседовать, спокойно объяснить. При нашей работе очень важно любить людей. И эту любовь, заботу и внимание чувствует каждый пациент хосписа. Осношение очень хорошее, уход отличнейший. И медсестры, и санитарки, и врачи, и все к человеку с таким чувством относятся, что вам не передать, а душу свою отдают больным. Слова благодарности пациента. Разве не это ли является главным критерием оценки работы? И значит, с поставленными задачами Брестский хоспис справляется наверняка. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.